Новости 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 Николай Белоусов уверен, что в администрации будет дешевле построить новый дом, чем ремонтировать старый. Глава Далатиновского сельского поселения Елена Куденова считает, что жильцы сами довели дом до такого состояния. Однако, по мнению чиновницы, капитальная реконструкция спасет дом от разрушения. Ремонтная бригада приступит к работе уже в среду. Волонтеры туда приедут и жители нашего поселка будут белить и красить, если жители не могут. Процент износа этого дома 62%. И сегодня аварийным участком данного дома является крыша. Если можно посмотреть, он, конечно, уже ссающий вид проходит. Но если это был бы капитальный ремонт и жители в свое время наплатили бы за текущий капитальный ремонт, конечно, такого бы не произошло. Очередная комиссия по делу Белоусова состоится во вторник. Если подтвердят аварийность, дом снесут. Если нет, отремонтируют. Сам пенсионер настроен скептически и голодовку прекращать не намерен. Напомним, бывший шахтер Белоусов голодает с 1 мая. Так он пытается привлечь внимание властей к аварийному состоянию своего дома. Непригодным здание признали еще 14 лет назад. Но это заключение жильцам не отдают в администрации Зверева. Вот уже полтора года они безуспешно пытаются попасть в программу по переселению. Два серебра на чемпионате мира по тэквондо завоевали донские спортсмены. Турнир проходил в Челябинске. Сборная России заняла шестое общекомандное место с шестью медалями в активе. Двумя серебряными и четырьмя бронзовыми. По общему количеству медалей у России первое место. Оба серебра для страны добыли представители Донской школы тэквондо Алексей Денисенко и Станислав Денисов. Еще два представителя Дона, супруги Владимир и Екатерина Ким, закончили свое выступление на стадии 1-4 финала. О чем пишет Донская пресса? Свежий номер газеты «Молот» в обзоре главного редактора издания Марии Карачевцевой. В свежем номере газеты «Молот» репортаж с поляны. С дня выпускника и столетним юбилеем Южного федерального университета. Материал о пользе чечевицы и нута. Обзор цен на продукты питания, а также статья о ценах за проезд в общественном транспорте. Все это уже завтра, 19 мая, читайте в свежем «Молоте». О завтрашнем номере газеты «Молот» рассказала главный редактор издания Мария Карачевцева. Эти и другие новости читайте на нашем сайте yukregion.ru. В студии был Сергей Свиточенко, служба информации радио «Тихий Дон». Субтитры создавал DimaTorzok